здравствуйте рыболовы подписчики что-то сегодня захотелось мне снова поговорить о блеснах и я решил рассказать о тех блеснах которые мы ловили мы в двадцатом веке поэтому рубрика так и называется блесна двадцатого века конечно они были совершенно несовершенны и приходилось подвергать их апгрейду переделывать ну допустим вот обычная колебалка на цена 50 копеек называлась спортсменка причем вес указывался 15-30 грамм то есть они не знали до конца сколько она весит тем не менее рыба ловилась на эти блесна но тут конечно уже не прочитаешь латунная кстати блесна уже полностью переделана и обожженная перекрашенная почищенная но тоже в свое время кидали ловили нервской катушкой но вот это вот сразу я угадываю что это китай потому что здесь никаких надписей нету лишь только мы я вот подкрасил бака такие вещи да вот это кстати была очень даже уловистая блесна тоже нет никакого названия но она не ржавела совершенно обычно советские блесна китайские грешили этим что ржавели сильно а это вот она никогда не ржавела и вот сейчас она и сейчас будет ловить тяжелая такая много на нее крупных рыб был охрана скринаю но вот это уже пошел чистый китай 16 грамм леди написано здесь спиннер я одно время оснащал офсетным крючком цепляется меньше засекаемость такая же сейчас тоже кстати очень часто так делаю вот такими блеснами подкрашенными собственным рукой мы ловили рыбу больше чем сейчас самые крутейшие воблеры резину или например вот этот шторлинг сколько он приловил рыбы один бог знает тоже такая раскрашенная мы их пытались всегда приводить а вот на такую вертушку мы ловили саму номер четыре представляете какой должен был спиннинг быть который удерживал вот она такая турбулентность да еще на течение и мы таскали самого то такие вот вертушки с алиэкспресса выписывал целую кучу космастеров разных весов они и сейчас меня выручают потому что ловят также как настоящие атакмы а стоит дешевле десятки раз одни из любимых моих блесен мэпс правда размер все меньше и меньше лепестка от остался плюс один такой размерчик на который еще клюет окунь по лету это для меня незаменимая вещь вот такая блесна тоже нержавеет до сих пор осталось целая использовал по жереху и и кто же спиннекс 16 18 грамм весит полная нержавейка можно хоть час на него ведь он не ловишь тяжелая летит кувыркается и все так обычная блесна китайская нот я их одно время проделал них отверстие очень повышала уловистость и сейчас повысит уловистость любой блесны колеблющик или вот этот латунный шторлю сколько бы он сейчас стоил я прям не знаю такая тяжеленная грамм тут 50 наверно пластина которую далеко можно было кидать и ловить крупных самовый щук иногда апгрейды подвергали вот так наклеивали такие вот супер клеем или другим клеем вот такие вот пятна фольги и это улучшало блесна в данном случае называлась московская цена 50 копеек 18-24 гр такая вот ведь самому смешно вспоминать как это все было и на жериха два стримера и вот на конце такую блесну ставили и ловили обычно вот такие штуки мы кидали для жериха ну и щука тоже упадала такое вы уже видели спортсменка медная блесна абсолютно можно цвета цвет мед сдавать медь производитель уже стерся здесь цена тоже стерла а там покрытие ушло мы кстати его сюда заливали немножко свинца внутрь немножко немного и он становился почти как сейчас импортный и ловил он до сих пор ловит прекрасно вследствие такой огрузки передние он быстрее тонул и так вот улучшало или такой атом этот просто тяжелый но тон он обычный штампованный то есть металл везде одинаково цвета такой шторлинг замечательный тоже с отверстиями насквозь турбулентность создает лучше ловится вот такие красавицы но это космастер не ржавеет он сюда одинаковые остается такая вот лена кстати свое время знаменитая блесна под названием лена вот она у меня вся переделана я тут перекрашенная очищена или вот такая тоже очень уловистая штучка не написано на ней ничего так здесь каким-то образом попали современные blue fox ну вот такие да вещи с наклеены кстати сильно увеличила количество поклевок вот такое покрытие но я современные блесны не покажу вот только эти 20 века потом черноспинка питерская была отличная всегда блесна но всегда с ржавела и приходилось ее так вот восстанавливать как только какими-либо средствами в данном случае это автомобильная эмаль ну и они ловили после этого или вот так приходилось закрашивать пятна ржавчины вот я только одна сторона нет еще не до конца ну тут тут у нас вот это вот blue fox знаменитый виброкс еще с тех времен остался такой экземплярчик попытаемся сейчас посмотреть на вторую сторону коробки что-то здесь тоже много интересного вот такое 18 грамм фирма герман уже посовременнее или вот такое что-то китайское шторлинг русский со всетным крючком вот эта штука я их покупал вот таких разной формы 5 штук коробки их было вместе с коробкой покупал по 3 рубля и мне хватало на месяц их пока не потеряешь вот это было очень уловистая свое время тоже вся продырявленная вся такая подкрашена 24 грамма спинекс отличная вещь а там опять перекрашенный перекрашенный китайский не вернуть уже те времена но блесна остались такая вот тоже вся облупившаяся красить пытался это жереховой все дела вот спинекс крокодил между прочим называется неужели тот самый крокодил 16 грамм возможно этот самый который сейчас подается за 400 рублей но вот это было у меня убийцы не зацепляй к плюс двойной твистер перекрашенная всю тут ловила на крупную спинекс 21 грамм вот такая штук или вот тоже кстати абсолютно нержавейка тяжелая опять это вот это знаменитая американская блесна от компании пингер давно она попала сюда как я только стали выпускать ну что-то не сильно она себя проявила легкая не летела тогда у меня на моих красностях а вот он бросил ее и шторлинг обычный русский латунный шторлинг очень рабочий этот космастер на не все работают вот такая вот блесна осталась поставила не зацепляющимся варианте это иногда выкашивает щука до сих пор я ее пользуюсь этой блесной надо ее переложить в рабочий комплект не забыть опять же атом 20 граммовый это китай и атом обычный русский да нет тоже китай плавили конечно не не очень хорошо а вот что стало но это тут аглия лонг мэпсовская осталась не такая уж это и старина а вот действительно старинная вещь до blue fox весь уже перекрашенный естественно он весь содрался тут все третий номер таскали мы щук на нее вот мой апгрейд полный никак она такая плоская что не очень-то хотела она и играть ну и начал изгаляться покрасил точку атаки сделал вот такие вот собственно ручно на кабинах вот такие значит они крутятся во время проводки и она стала ловить то есть это я придумал такое что-то между колебалка или вертушкой но не знаю сейчас многие такое делать тогда я сам сделал и был крайне доволен этим очень неплохо когда ловили вот эти вот цикады до сих пор они наверно будут ловить но я уже запасную коробку их положил ну и наверно тут уже все остались несколько вертушек это мэпсы том же размере любимый мой цвет красная медь вот на это 50 блесна от blue fox таскали мы громадных щук и сама и судаков но вот эту вот страшную вещь вот нарисованы пингер тоже мы думали blue fox это вот такие вот тандемы вот и китай чистки это тоже китайские тандемы но плюс мэпсы и последнее наверное это уже полностью кстати самодельная здесь это когда время было когда вертушек не было совсем у всех были только колебалки почти все самодельные а вертушка показывала просто шикарные результаты по сравнению с колебалками особенно по окуню котловой окунь тогда был как в августе начинает собираться вон стае но вот это вот я конечно купил поможет уже сделали я сейчас не вспомню но вот это точно сделали мы сами то есть проволоку все пройник здесь октопус на сме ножку одевали можно его не одевать и вот это латунная лепесток он и сейчас может работать просто большой слишком номер третий и мы его таскали окуней да все что упадется и жерехов и самом тогда все было в реке таскали рыбу но она сейчас попала в коробку запасных принципе стать такой же ситуации если вам понравится напишите я тут же тот же самый такой же обзор приготовлю по воблерам хотя что-то уже пытался ну на этом все я вас наверно утомил всего доброго до свидания